Хе-хей! Всем приветики, дорогие зрители и подписчики! Я сейчас нахожусь на пляже Корон. Я уже переехала с Патонга и очень-очень этому рада, потому что Корон мне нравится намного больше. Это действительно место для отдыха, в отличие от вечно шумного, загрязненного, пыльного Патонга, переполненного людьми, машинами и байками. Здесь много зеленых парков. Сейчас я нахожусь в одном из них. Вдоль побережья тянутся два таких парка. В них очень приятно находиться, потому что здесь всегда прохлада и тень. Многие туристы недаром считают пляж Корон самым лучшим на Пхукете, потому что Патонг очень шумный, а на Кате гораздо хуже развита инфраструктура. Здесь же на Короне очень много магазинов, ресторанов. Есть даже один шоппинг-центр, хотя его так особенно и не назовешь. Это критерина, где продается одежда. Никаких нет проблем с тем, чтобы покушать. Даже наоборот, я бы сказала, здесь гораздо больше дешевых кафе. Также, если вы приходите в кафе вечером и берете себе второе или первое, любое блюдо, то салаты и фрукты вам подаются бесплатно. Там есть шведский стол, и вы можете сами себе взять савачку собрать из овощей и сами себе набрать фруктовую тарелочку. Обычно предлагаются арбузы и ананасы. Так что с тем, чтобы покушать, здесь тоже никаких проблем нет. С самостоятельным передвижением тоже все хорошо. Здесь также, как и на Патонге, в разные части острова курсируют синие автобусы. Проезд на них стоит 40 бат. На таком автобусе можно добраться до Птичьего парка, до Большого Будды можно доехать, до храма в Ат-Челунг, а также добраться во многие другие места. Здесь также много супермаркетов, 7-11, этих маленьких Family Mart. Недалеко находится на Кате Tesco Otus. Кстати, до Каты тоже можно и пешком дойти, и добраться с помощью маленького синего автобуса. Итак, давайте пойдем на пляж. Я покажу вам саму пляжную полосу. Здесь гораздо свободнее, проще найти себе место, чтобы не быть стесненным, чтобы со всех сторон тебя не окружало большое количество людей. Но, тем не менее, здесь есть и водные виды спорта, как и на Патонге. Они не так широко представлены, но здесь занимаются и парасайлингом, есть и водные лыжи, но в меньших количествах. И это, на самом деле, здорово, потому что под парасайлинг отделяется большое количество места на пляже, и обычным туристам это мешает. А здесь все гораздо более продумано и больше сделано для спокойного, релаксирующего отдыха. Хотя, опять же, повторюсь, здесь есть и кафе, и дискотеки, и бары, и клубы. На самом деле, все есть, просто в меньших количествах и для того, чтобы людям было комфортнее и удобнее отдыхать. Именно отдыхать и наслаждаться красивой природой Пхукета. Вот как здесь красиво, птички поют, щебечут. Кстати, если на Патонге отдыхают больше европейских туристов, то здесь большинство наших соотечественников. Поэтому и в кафешках, и в магазинах почти все тайцы здесь знают очень много русских слов. Сразу же, когда вас видят, начинают кричать, зазывать. Давай ням-ням, почему ням-ням не тут? Давай ням-ням у нас, у нас хорошо, вкусно, давай-давай, попробуй. Мадам, купи это, мадам, купи то. Многие у нас туристы отдыхают здесь под пальмами, но мне не нравится, потому что здесь много муравьев. Кстати, пляж на Короне также не белоснежный, как и на Патонге. Он с желтоватыми вкраплениями, но тем не менее очень красивый. Песок под ногами хрустит, на Патонге такого не было. И сам песок очень мягкий, в нем замечательно, очень на нем приятно лежать. Ну и вообще плюхнуться в песок я тоже очень люблю с удовольствием. Песок горящий, нежный, мягкий, как подушка переливая. Видите, здесь достаточно немноголюдно. И это здорово. Потому что никто никому не мешает, и все получают удовольствие от отдыха. Все, я снимаю свои тапочки. И буду наслаждаться теплым песочком. Ух, какое солнце яркое. Как шумит море. Сегодня здесь на Короне волны. Это здорово. Я очень люблю прыгать в волнах. От этого получаешь большое удовольствие. Ну разве это не полнейший край? Такое теплое, такое солнце, такой пляж, такое теплое, ласковое море, когда у нас дома минус 10 и нужно ходить в пуховике. Море потрясающе теплое, оно кристально чистое на Короне. Какая, посмотрите, голубая водичка. Ну, возможно, камера не передает этих цветов, но водичка действительно бирюзового цвета. Она кристально чистая, видно свое тело, даже когда заходите на глубину. В отличие от Патонга, здесь не плавают никакие пластиковые стаканчики, противные пакетики. Вообще-то огромное удовольствие, поэтому многие возвращаются в Таиланд. Потому что такое потрясающее, ласковое море, такие красивые пляжи с мягким песком. Хотя сама страна мне не очень нравится. Я считаю, что климат очень тяжелый. По крайней мере для меня жара адская стоит днем. Хотя на Короне на самом деле как-то полегче. Возможно от того, что море ближе. Отели не расположены так далеко от моря, как на Патонге. Возможно потому, что горы ближе. Здесь мне кажется чаще облачно, чаще бывают маленькие дождики. И это на самом деле здорово, потому что под Санцепеком очень тяжело. По крайней мере мне с ума скажу, это такой жары. Тем не менее, факт остается фактом. Пляжи потрясающие, море теплое и ласковое. Очень красивая природа. Когда вы выезжаете за пределы пляжей, вы это видите. Стоит только даже на автобусе поехать из Патонга в Пхукеттаун. Вы уже увидите красивые тропические леса. Это здорово. Кухня мне тоже не очень нравится. Тяжеловато найти себе еду. Я в основном почти всегда ем или морепродукты с рисом, или суп том ям. Уже не ожидала, что я полюблю какое-то татайское национальное блюдо. Но суп том ям обалденно вкусный. Я его всегда беру с удовольствием. Кстати, на Короне вход в море очень пологий. Здесь достаточно долго идешь по мели. Поэтому здесь, я так думаю, что очень много семей с маленькими детьми. Здесь, конечно, для деток лучше, удобнее. Видите, что очень далеко люди заходят. И все еще глубина там по коленку, по лодыжку. Вообще, я жалею, что с самого начала не поехала на Корон. Потому что из аэропорта, я уже рассказывала в предыдущем видео, набираются маршрутки с самостоятельными туристами. Ну понятно, что если вы по путевке, то вас и так довезут до нужного места. Ну и самостоятельных туристов тоже не оставляют на произвол судьбы. Набирается маршрутка. Вы говорите, в какой отель вы едете. И собирают компанию людей. И довозят прям каждого человека до нужного ему отеля. Так вот, можно было взять автобус до Патонга. Как вот мы и сделали маршрутку. А можно было до Каты или Корона. Вот следовало, я думаю, с самого начала поехать на Корон. Не терять время на Патонге. Конечно, ладно. Интересно посмотреть, если никогда не были. Но для отдыха, конечно, Корон намного лучше. Мы дошли до своего любимого места. Здесь, в конце пляжа Корон, есть пальма с приделанной к ней качелькой. Это такое большое удовольствие, когда качаешься с видом на море. Очень здорово. Сейчас я к ней подойду, обязательно пофоткаюсь. Вот такая красивая качелька у моря. Прямо как реквами. Бауньки. Садимся. Опа. 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 Песок здесь хрустит под ногами. Как какая-то мука или манка. Опа. Он мягкий, но, как видите, совсем не белый, а золотистый. А вот так прорастают кокосовые орехи. Видите, из него обязательно вырастет пальма. Ну, а вот так выглядит набережная Корона. С правой стороны от меня море и пляж. Сейчас можно видеть, как играют в волейбол. Сейчас я подойду поближе и вам покажу. Здесь есть волейбольная площадка. Ну, а с левой стороны отель, который находится на первой линии. Также здесь на набережной очень много кафешек. Очень много магазинчиков маленьких. И также вечером устанавливаются палатки, где продают шарфики, сувениры, шкатулочки какие-то, которые можно купить и привезти с собой. Вот волейбольная площадка. На набережной также делают очень вкусное мороженое и свежевыжатые соки. Опа. Как вы можете видеть, если вы смотрели мое предыдущее видео о пляже Патонг, на набережной Корона намного спокойнее, чем на набережной Патонга. Видите, гораздо меньше машин, гораздо меньше байков и людей на пляже тоже меньше. Пляжная полоса достаточно протяженная, поэтому вы легко можете найти себе, ну, не совсем такое уж уединенное местечко, но, по крайней мере, не такое, где будет человек на человеке лежать на пляже. То есть можно здесь действительно хорошо отдыхать. Лучше приезжайте на Корон, чем на Патонг, потому что на Патонге, конечно, отдыхать очень тяжело из-за вот этой переполненности. Сейчас я подхожу по набережной к, ну, так называемому торговому центру Корона. Называется Корон Пуаза. Хотя торговый центр — это одно название. Это такой небольшой крытый рынок, где продают в большей степени одежду, и рядом с этим рынком также продается еда, готовится прямо при вас. Жарятся, шпарятся, всякие шишечки. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот он выглядит со стороны. Написано Корон Пуаза. На самом деле покупать там нечего, цены очень дорогие по сравнению с Патонгом. То, что на Патонге стоит 100 бат, здесь 300, то, что стоит 250, здесь 500. Цены очень завышаются. Все продавцы говорят по-русски. Такое ощущение, что специально накручивают. Там цены очень плохо себя ведут. А вот там на холме за мной видна статую Большого Будды. До нее тоже можно добраться самостоятельно на автобусе. Вот здесь около выхода готовят еду и непосредственно в помещении продают одежду. Кстати, в помещении также есть платный туалет. Стоит он 20 бат. Если вам тяжело ориентироваться в батах, то умножайте на 2. И тогда получите цену в русских рублях. Но бат поменьше, чем 2 рубля. Но приблизительно цену вы получите. С туалетами здесь такая же проблема, как и на Патонге. Туалетов нет на пляже. Кабина для переодевания тоже нет. И мусорных бачков мало. Но хотя бы вот здесь вот в Коронфлазе, если кому-то понадобится, есть платный туалет. Также на пляже Корон вдоль побережья тянется 2 парка. Это очень здорово, потому что на Патонге мне не хватало зелени катастрофически. Там одни сплошные машинные байки и загрязненный воздух. А здесь действительно есть места, где можно погулять и воздухом свежим насладиться. Вот здесь около набережной можете видеть один из парков. И также тут вырод канал. Но честно говоря, смысл канала я не очень понимаю. Стол туристам очень нравится на мостике подходить к статуе. Статуя, я так понимаю, что связана с буддизмом. Но, к сожалению, не очень разбираюсь в этом. Поэтому вам точно не скажу. Вот у нас мостик и статуя. Я так понимаю, что здесь находится какое-то святилище, потому что рядом с ним подношение. И пляж. Итак, мы с вами перешли по мостику и идем непосредственно по красивому зеленому парку. Здесь тоже многие отдыхают, потому что на пляже нет навесов. Зонтики от солнца тоже не везде продаются, да и стоят не очень-то дешево. А здесь тень, прохлада под пальмами. Ну вот и все, наше видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами еще. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok